Всем здорова! Давно не записывал Резидент. Давайте продолжать прохождение. Вспоминать что-то я делал в последней серии. Так. Это куда я пришел? Давайте что-ли щупать двери. Я не помню где я. Реально. Ага. Тут ничего. Дверь замкнута. Панель. Справа ее открывают. Похоже панель для открытия замка. Здесь разъемы для штекеров. Разъем для короля. Ладьи. Коня. По-моему еще кого-то не прочитал. Ну или три фигурки. Ну. Хорошо. Тупик. А, подожди. Как тупик. У меня ж... Фигурки были шахматные эти, нет? А, о! Эйда! Я думаю, я еще не представился. Меня зовут Лиен. Так руку просто подняла. Это конец. Что конец-то? Ты думаешь, нам надо идти наверх через эту шахту? Поднимай меня, я хочу проверить. А, да. Вообще, вон лазарет. Там фигурки я мог, в принципе, взять. Попробовать их поставить. А! Я А доиграю. Что за пистолет у нас? Ну, одна аптечка. И какие-то патроны. Звук собаки, что ли? Ну да. Живая, нет? Алло. Да, какая крепкая. Вроде все. Патронов много на них, конечно, поушло. Но что поделать. Так. Есть путь куда-то сюда. И туда. Там еще какой-то проход был. Карта канализация. А вот здесь что? Стоп. Рычаг поднятия... Поднятия воды. Вода опущена. Попустить его. Да. А! Ящички. Угу. Все, понял. Спускаем снова. Говорю, нифига не помню. Вообще. Хорошо. Типа такой... Пазлик. Наверное, вот этот мы выдвигаем ящик. Так. Пошло, 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 пошло. Вот, давайте впритык к нему выдвинем средний ящик теперь. Вот так, хорошо. Ну и задвигаем. Попробуем. Вроде все верно. В принципе, тут большого ума не надо, чтобы понять, как эти ящики поставить. И первоклассник разберется. Импровизированный мостик. А ну, может она сейчас спуститься? Вода блокирует вход. Хорошо. А, ключ участка. Вот фигушки мы вернем. Мы пойдем сейчас туда. У меня же ключ участка, она подсуетила. Блин, точно. У меня в полицейском участке еще куча запертых комнат. Куда это я собрался фигурки вставлять? Рано еще, наверное, туда идти. А вот еще куда-то спуск. И мы поедем туда. Надо же все. Надо же все обследовать. Так, патроны на ружье. Анализационная труба ремонтируется. Вот только кем? И все, что ли? Это я за патронами сходил? Не, ну, конечно, они на вес золота. Неплохо весьма. 7 патронов на ружье. Стоны, вот эти звуки. Слышите? Это такая атмосфера, как будто там зомби ходят везде. Зомби рабочих каких-то там бывших вот этих. На заводе этом или что это такое. За место. Леон, ты меня слышишь? Эйда, ты что-нибудь нашла? Да. Вот здесь. Карта, патроны, ключ. Думай быстро. Вот еще один. Слушай, я не могу достигнуть вентиляционной шахты. Я поищу другой путь. Я присоединюсь к вам позже. Давай. Что? Эйда, подожди. Так. Хорошо. Ключ и патроны. В принципе, как я вообще пришел? Давайте зайдем в лазарет таки. Ключ, 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 ключ. Вот они, фигурки. Я же сейчас их могу поставить. А? Может сделать это? Ой. А давайте поставим фигуру. Что будет мне интересно? Могу ли я вернуться в участок? Или напишу там что-то типа нельзя пока. Я не помню в какой последовательности, как что проходить надо. Я вот куда вижу, условно говоря, открытую дверь. В нее иду. Так. Ну-ка. Да. Короля, ладья и конь. слона. Слон. Слон. А подойдет сюда слон? А, там четыре. А, там четыре. У меня не хватает. Или что? Или хватает? Король. Ладья вот. Да. У меня не хватает одной. Хорошо. Ну-ка. Зато место почистили. Возвращаемся в участок Значит тут точно делать нечего Возвращаемся в участок Ой как мне не нравятся эти звуки Ай-яй-яй-яй-яй-яй Отстань Слушайте вообще-то конечно надо бы Разобраться с этими пауками Они здесь и будут находиться Сами никуда не делаться Ой какая музыка страшная Так Это тут были цербера А почему дальняя закрыта Ночью самому играть Если вы первый раз будете играть Вы реально будете бояться Я вам говорю Серьезно Игра сделана на нереальной качестве Так это что Панель управления открытия замка Кажется замок открыт Я хочу вспомнить что где Так тут что у нас Камера Пустая Нары А Он не говорит Тут у нас этот чел Журналист Бен Кому ему Бен Так я пришел от Седова Или нет Или отсюда я пришел Что-то я подзапутался Да Та дверь железная сплошная К собакам вела Вот Это ведет сюда Это что на стене Там выход в город Насколько я помню С опущенными решетками В фильме Обитель зла Раккун сити Была Вот эта стоянка Я помню Нет Не хотите сказать Что это Лиза Лизун Ликер Апа 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 Это придурок А почему не стреляю Упачки Давайте перезагрузимся Мужики У меня какой-то был баг Леон Просто вот Оно Вот я нажимаю Он не стреляет Это что-то с управлением Да Слушайте Это плохо Это очень-очень плохо Отравлен? Я решил пауков Сейчас убить У меня по-моему Была такая Аптечка Которая снимает яд Насколько я помню Сейчас посмотрим Но сейчас там еще один паук будет Вот с чем дело Вот она есть Это все Что у меня есть? А Вот она что Оно так разбросалось Из-за шахматных фигур Так Вот такую Я такую тоже Наверное Сниму фигню Так Смотрите-ка Оп Оп Это мы на лизуна берем Ну и на паука Нет Наверное Какая-то у меня была другая Спрей я скину Трава Вот у меня еще один спрей есть А вот такую По-моему Это замешана здесь И синяя трава Смесь одной зеленой Голубой Да Вот такая вот Сейчас она Паука Мне может Очень сгодиться Блин Вот Тварь А Покусил Как же так Него стрелять Чтоб он не успел Него пустить Там места Нету С ним стреляться Куда-то Разбежаться А этот За углом Да Сразу сидит Звук Вот он Вот он Вот он Вот он Не дай бог Он на потолке Он на потолке Блюдо Убил Фу Ну блин Зато Сделал большое дело Сейчас Почистил Канализация Потому что Блин Мало ли что Сюда Спуститься А у тебя там На один удар Здоровье И тут паук Просто отравит Или Закоцает И смерть Так Ладно Теперь мы туда К Бену не побежим Сразу бежим Лизуна Надо попробовать Убить Но я быстрое Сохранение Сделаю Я конечно Могу заморочиться Играть через Печатную машинку Но это будет Намного дольше И вам придется Смотреть И ждать Как я загружаюсь Через печатную машинку Зачем это надо Не так ли Ну вот Я о том Дополнительное Время серии Забираться Так Я здесь F1 Нажал Сделал Быстрый Свод Сейф Ждем Он где-то Здесь все равно Будет сейчас Подползать Думаю Что Или там Их двое Подождите Друзья Мои Сейчас Вернусь Так Таймер Все Отбегал Погнали Где он Где он Я помню Что он Где-то Здесь Уже Был Лизун Или он Идет Только Сейчас Блядь Вот А Нету Его Карта Считывательная Где он Нету Нету Карта Ебать их там Там их два Или три Помещение Помещение Такое Я думал Это уже Выход Сейчас Куда он Идет Звук Куда Туда Туда Он Пополз Хорошо Не то Нажимаю В упор Хватило Двух Патронов Надо Как-то Чтоб Он Спиной Что-ли Повернулся Сейчас Меня Увидит Чует Давай Поворачивайся Попал Что Это Я его Спугнул Так Что-ли Ахахах Морх Использован Ключ Участка Ух ты Вот Это Я не ждал Вот Это Вообще Не ждал Емодица Сколько Тут Один Патрон На Ружье Кстати Меня Этот Лизун Не покоцал Ну Состояние Здоровья Написано Что Отлично Еще И что Проверять Ячейки Жмем Нету Ничего Красная Карта Куда Ее Твою Мать Там Лять Выходи Секунда Промедления Там Столько Зомби Куда Это Идет Дорога Кажется Тоже На Улицу Так Красная Карта Ну Электронный Замок Что это Вартиль Карта А Вот Это Это Она Пластиковая Карта Написана Оружейная Комната Ну 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 Ух ты Оружейная Комната На Ружье Утроны И На Пистолет Надо Все Сразу Поперезарядить Ой А Еще Патроны Ну В принципе Две обоймы На пистолет Весьма Неплохо Ничего Это Автомат И Упаковка С Упаковка Я могу Взять Больше Предметов Вещей Что Взять Узим Мне Не Надо Упаковку Я Возьму Посмотрите Еще Два Слота Живем Это Автомат Узи Я Наверное Сохраню Для Клэр А Взять Или Нет Ладно Сохраню Для Клэр Хрен С Дней Сейф Надо В участок Идти У меня Еще Одна Фигурка Шахматная Где-то Ненайденная Очень Страшные Подземелья Блин Я Их Вообще Ненавижу В плане Они Ужасные Бродить Тут Стрёмно Повороты Вот эти Уголки Так Полицейские Участки Как я вижу Я тут Опустил Вот эти Жалюзи Это Очень Хорошо Используем Ключ Участка Прекрасно Будем В ранее Недоступные Двери Попадать Что за Помещение Шкаф Пуст Патроны Патроны То есть Теперь у меня Три Обоймы На Дробовик Что тут Трупик Вижу Трупик Дружечка Жизни Но я Уже Тогда Немного Принял На Душу Я Получил Выговор От шефа За то Что пренебрег Своими Обязательствами В то Время Как я Был На Часовой Башне Но Есть Только Одна Вещь Которую Я Никак Не Могу Понять Шефа Гораздо Сильнее Взволновал Тот Факт Что Я Был На Башне Чем То Что Я Пренебрегал Своими Обязательствами Обязанностями Почему Это Стало Запрещено Ходить На Часовую Башню А 5 Сентября Я Недавно Разговаривал С Старичком Который Работал На Свалки Металлона Его Зовут Томас Он Тихий Человек И Кажется Действительно Увлекается Шахматами Он Даже Сделал Специальный Ключ С Выигрыванием Шахматами Для Одной Из Дверей В своем Дворе У Нас Есть План Сыграться Втро Ночи В шахматы Мне Был Очень Хотелось Узнать Насколько Он Хорош В Этому Только Одна Вещь Меня Беспокоит Он Постоянно Чешется Может У него Какая-то Болезнь Или Очень Неопрятный Смотрите Уже 9 Сентября Томас Был Намного Более Хорошим Игроком Чем Мне Думалось Я Представлял Себя Как Довольно Неплохого Игрока Но Он Сделал Довольно Внушительную Работу Чтобы Я Немного Уступил Есть Только Одна Вещь Которая Может Сравниться С Его Игрой Шахматы Это Его Аппетит Все Что Этот Парень Делал Это Говорил О Еде На Протяжении Все Игры Он Как Будто Будет Совсем Здоров Но Выглядит Как То Не Хорошо Я Удивлюсь Если С ним Все В Порядке 12 Сентября Я Надеялся Сыграть Еще Одну Игру С Томасом Но Мы Отложили Из-за Того Что Себя Плохо Чувствовал Я Рассказал Ему Я Сказал Ему Возвращаться Назад И Отдохнуть А то Он Выглядит Как Ходячая Смерть Он Настаивал На том Что С ним Все Нормально Но Я Сказал Ему Что У Него Действительно Проблемы Немного Позже Все Еще Размышляя Об Этом Я Заметил Что И Сам Чувствую Себя Не Совсем Хорошо Собственно Видите Вот Он Наш Сторож Который С Томасом С Этим Играл Шахматы Также Умер Также Обратился В Этим Зомбик Да Вот Такая Вот История Трагическая Но Пустынный Орел В Кармане Чувствуешь Себ Гораздо Безопаснее Потому Что Это Первый Этаж И Окна По-моему Туда Были Стекла Разбиты То есть Любой Зомбик Любой Моб Может Спокойно Влезть Сюда На Первый Этаж Так Шатающиеся Зомбики Остались Тут Я Все Хочу Сейчас Пробежать Я Буду Искать Сейчас Двери Закрыты Куда Куда Можно Этот Ключ Применить Тихо По-моему Здесь Что-то Было По-моему Тут У меня Какая-то Дверь Запечатанная Тут Окна Тоже Есть Но Они Хотя Бы Тут Забитые Да Вот Это Вот По-моему Да Дверь Какой Он Плюс Сейчас Ключ Уже Не Нужен Выбросить Да О Как Всего-то Три Двери А Или Да Морг Плюс Это Плюс Фильм Ну Будем В той Стороне Проявим Так На Картине У нас Что Картина Человека В экипаже Что То Здесь С колесом Зажги Королеву Короля И Вальта И Экипаж Начнет Ехать Королеву Короля И Вальта А Выграблена Цифра Одинадцать Цифра Двенадцать Цифра Тринадцать На столе Есть Тут Полный Бардак Зажги Огонь Здесь А Точно Давай Так Что Теперь О Зажигаем Потухло Я буду Наугад Я не знаю Пазла Что тут Делать Было бы Блин Подписано Вообще Вот эти Номера Мне кажется Это номера Шахматных Фигур То есть Тот Кто их Знает Тот Знает Разгадку Быстро Я так Понял А Вот Поех Ага Я думал По другому Она Закрутится Как Эта Херня Ну Это Образно Говоря Что Экипаж Начнет Ехать Шестеренка Да Вечу Помнится Мне Есть Тут Чердак На который Я как-то Попадал В какой-то Серии Там Не хватало Шестеренки Вот Скорее всего Ее И не хватало Колеса Ну Наверное Мне Все Так Туда И Надо Идти Ключей У меня Уже Нету Никаких Так 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 Как Мне Попасть Я хочу Проявить Фильм Пленку Эти Стуки Дверей Такое ощущение Реально Что кто-то ходит Кто-то там Тоже бродит Кроме меня Серьезно Создается Впечатление Так Так Я пришел Откуда Пришел Отсюда Значит Пошли Сюда Мне Надо В комнату Спуститься Под Лестницей В тот Лазарет Где Проявляется Пленка Вот Мне Надо Как-то Туда Попасть Сейчас По-моему Это через Вот это Крыло Делается Только Зря Наверное Через Второй Этаж Поперся Ну Может Не зря Какие страшные Тут этажи А Здесь Конечно Нормальные Освещенные Такие Довольно Безопасные На первый Взгляд Вот это Вот По-моему Лазарет Да Да Это Лазарет Прелесть Что-то У меня Так Много Всего Давайте Наверное Пистолет Магнум Скину Это Это Используем Это Мы Поста Ну Тоже Потратим Так А куда Я могу Ключик Потратить Где Шкафчики Мелкий Ключ Вот Я В прошлой Серии Видимо Знал Куда Пойти Не зря Этот Ключик В Инвентарь Все Положил Но Я Забыл Я Давно Не Запил Что За Звук Где А туда Ли Я Пошел Там Лизун Бля Чертов Куда Патрон Патрон В никуда Ушел Стрельнул В него Бля Стрельнул По нему А патрон Не попал В него А Вот Я Дурак У У Мя Что Крестница Есть Ой Бля Кабинет Где Марвин Был Полицейский Теперь Там У Открыто Я Забыл Вот Сюда И Сейчас Я Быстро Выхожу Вот Блин Говорю Забыл Не Записывал Недели 2 3 Наверное Не Заходил В Резик Недал Тихо Слышалось Звук Будто Опять Лизун Здесь Вот и все сейчас по коридору прямо или направо там будет комната а нет сейчас так где я могу ключик применить давайте все нажимать нет а вот эти стенки замок ну возможно в дальнейшем пригодится ключ конечно вот эта комната мне нужна а стоп что у меня под замком было еще вот эти вот ящики как как себя чувствую нужен специальный ключ еще ящик закрыт со специальным ключом так фильм б снято перед рукосом или что это такое регрессировал зомби в течение двух часов объект повторно жаловался на жестокий зуд эпидермис но кожа чесалась короче сильно а также на тошноту это произошло до того как он потерял сознание картина р . ламберт пожелаешь такое представляете вот эти стадии метаморфоза зомби это превращение какой-то ладно тогда пошли в это крыло будем подниматься на этаж выходить на крышу на чердак вернее шестеренку надо все таки устанавливать а вот эта дверь расскажите пожалуйста узнает как попасть сюда ручка проворачивается на дверь двигаться похоже забита с другой стороны как попасть сюда что это за дверь не пойму просто не ключи ничего так офис старс дальше бежим по моему еще нас место какое-то я не понял как туда попадать вот здесь да вот смотрите-ка тут есть какое-то расширено под дверью дверь забита но похоже здесь вы не пройдете но там под ней будто можно проползти вот а вот ну или открывал есть я нашел столик это что такое часть пистолета похоже на часть пистолета моего до автоматически комбинировать оснащен ствольно-кобурой возможно стрельба очередями а и так патронов нет какими очередями так по идее у него что ну вот толку я поставил на него по идее должна такая ручка к я должна сокращать отдачу сильно что звук ой это где сейчас я пробегал где офис старс кажется кажется там они а как они там там же второй этаж или первый я запутался блин я бы попробовал стрелять эта фигня но но очередями имеется ввиду у меня патронов столько наилучше все таки одиночными по травам стрелять да вот это место так а вот где ставить шестеренку я не помню на первом тяжелее на втором а на втором таки где 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 куда вот расщелина есть да нажать переключат да нажатика я сохранюся а а фигурка коня блять пыль стерта хотите спрыгнуть но я сохранился на всякий случай давай не пошел Я что-то не понял, это я там сейчас, где... Где Бена убили? Ох, какой кусок сократил. Так его вот здесь убили. Или что, или он живой? Нет, мне кажется он не живой после этой херни. Где этот ублюдок с глазом? А, да он живой. Ты меня ещё слышишь? Ну давай же, отвечай. Чёрт, я не могу поверить в это. Я почти всё понял. Бен! Горькая ирония. Шеф полиции закоксовал и выбросил её. Эх, достань этого ублюдка. Заставь его заплатить. Держись там, Бен. Моя шея. Она горит. Что случилось? Угу. И ада здесь. Боже, что это было? Охренеть его разорвало. Письмо шефу. Кому Айронсу. Брайану. Шефу отделения полиции города Ракон. Мы потеряли лабораторное приспособление для быстрого восстановления. Альберт Вескер. К счастью, это не будет иметь длительных последствий для продолжения нашего исследования вируса. Только существование, существующее объединение оставшихся членов Старс, Редфилд, Валентайн, Бартон, Чемберс и Виккерс и Виккерс. Если вдруг окажется, что Старс имеет любые доказательства по ходу наших исследований, сделайте так, чтобы с ними произошли несчастные случаи. Продолжай наблюдать за их развитием и будь уверен, их знания не распространяются. Аннет будет поддерживать контакт на протяжении всего этого дела. Вильям Биркин. Так. А, это не все. Кому Айронсу. Город Ракон. Я перевел на счет 10 000 долларов, чтобы показать наше к вам расположение. Исследование G-вируса для замены T-вируса, судя по описанию, подходит к концу. После окончания, я уверен, так что я буду назначен членом исполнительного совета корпорации Umbrella. Так что крайне необходимо, чтобы мы работали с максимальной осторожностью. Редфилд и оставшиеся члены STARS все еще пытаются добраться к информации по проекту. Продолжай контролировать их деятельность и пресекай все попытки узнать истинную информацию об исследовании. Вильям Биркин. Кому? Барайну Айронсу, шефу департамента полиции Ракун. У нас проблема. Я имею информацию, в которой говорится, что штаб Umbrella послал шпионов для того, чтобы захватить мои исследования по G-вирусу. Неизвестно, сколько агентов принимают участие в этом. Я не позволю им забрать этот проект, так как он представляет работу всей моей жизни. Исследуйте весь город относительно подозрительных особ. Если необходимо, используйте все мыслимые и необходимые средства и свяжитесь со мной. Немедленно через Аннет. Учитывая эти предосторожности, должны быть освещены любые возможные угрозы. Я не позволю никому украсть мои труды по G-вирусу. Никакой Umbrella. Вильям Биркин. Куда ты идешь, Эйда? На химическом заводе. Мне кажется, что я найду там Джона. Эйда, подожди! А я сейчас пойду, наверное, туда, где фигурки я вставлял. Ты меня слышишь, Клэр. У нас теперь есть доступ к задней парковке. Поняла. Я убираюсь отсюда и иду к сточной трубе. Ты можешь меня там встретить? Я уже еду. Угу. Бедно, Бен. Не говори смерти и правду Бога. Я могу его камеру посетить? Что здесь? Блюдок, ну ты ответишь. Этот, Вильям Биркин. А, нет. Стой. Мне вот эту дверь нужно. Угу. Пауков я здесь убил. Хорошо. Видите, что я это сделал тогда еще. Так. Фигурка у меня с собой есть. Патроны есть. В чем в лазарете? Давайте. Давайте-ка, наверное, на этом будем заканчивать, да? Посмотрим, что тут у меня еще есть. Такой пистол. А, два спрея даже. Давайте вот этот я скину, поменяю на один спрей. Вот. Нет, стоп. Мне нужна пишущая лента, потому что всякое может быть с сохранениями быстрыми. А на машинке будет гарантированная запись на слот карточки. Спасибо большое за просмотр, за внимание. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Продолжение следует.